Здравствуйте! Тема моей работы посвящена соцсетей зеркопии и бетонии на глинах различных минеральных составов. В работе были исследованы различные образцы вентонитовых глин. Это хорошо известные образцы, описанные в литературе месторождения МОС-8, в Кунипе, образцы из месторождения России, стран СНГ, Индии и из-за большого эксперимента фирма. Кроме того, в качестве распространенной минеральной кремиси и бетонированных глинах был использован в литературе москопии МОС-8. Важно отметить, что мы должны понимать при захоронении радиоактивных отходов и создании барьеров для них хранилища, что различные по природе сарбаты могут связываться различными механизмами. И поэтому его свойства и результат такого связывания может сильно отличаться. Поэтому для каждого конкретного объекта необходимо рассматривать реальные условия этого объекта. Известно, что в случае вентонитов, вроде нет, из смектитов его основного компонента, связывание может происходить несколькими путями. Во-первых, на базальной поверхности и внешней пространстве, на дефектах межпакетных пространствах, то, что в англоязычной литературе часто называются как ФЭС, высоко-селективные сарбционные центры для мерцезия. Кроме того, важными являются связывания на лиминольных и силонольных группах на боковых сколах частиц. То, что Сергей Закутин в своем докладе называл «поожзависимыми» в центре. В чем я хочу отметить, что в зависимости от природы и локального окружения этих алюминорных и силонольных групп, они могут отличить их литературе также делить как сильные, слабые и различные по типу. Первого типа, второго типа, слабые сарбционные центры. Итак, рассмотрим и ходим сарбцицезия на группах. Известно, что он сарбируется по механизму ионного обмена, то есть повышение ионной силы приводит к снижению значений сорта. Для связывания доступны следующие центры. Это повышение ионной силы не приводит к изменению сорта, а также при сорте следового концентрации большое значение имеют краевые центры, ой, дефект межпакетных пространств. В случае нефтуния повышение ионной силы не приводит к изменению сорта. Это подсаждают вертикальный ряд взаимодействий по механизму комплекса образования. И связывание происходит на алюминорных и силонольных группах. В случае Европы все несколько сложнее. При низких ионных силах у нас сорта является независимой от PH, то есть взаимодействие протекает по механизму ионного обмена. Однако, если мы будем работать в высоких ионных силах, мы увидим, что сорта увеличивается вместе с PH, что свидетельствует о взаимодействии по механизму комплекса образования. Два различных механизма. Понятно, что сорта будет происходить на различных типах центров. Это базальная поверхность межлоевое пространство, а также национальные группы на боковых скорах. Здесь подсчитают реакции комплекса образования. В отличие от ЦЕЗИ, несмотря на существование взаимодействий по реакционному обмену, в Европе не может связываться на PH сайтах в силу ряда обстоятельств. Важным этапом работы стало динамическое моделирование полученных экспериментальных зависимостей. Основываясь на информации о механизмах реакции, а также наборе экспериментальных данных, мы создаем модель. И в результате оптимизации варьированных параметров мы получаем набор констант равновесия и концентрации сорбционных центров, которые позволяют достаточно обедовательно описать негидальные экспериментальные зависимости. Я особенно хочу подчеркнуть, что полученные константы могут быть использованы в более сложных экспериментальных условиях для расчета состояния системы. Первое, на чем я хочу более подробно остановиться, это влияние индивидуальных особенностей глин на сорцию цезия. В работе были использованы образцы достаточно хорошо известных всем присутствующих из месторождений. причем я хочу отметить, что для ряда из них содержание монфериланита, как основного городка, минерала является достаточно близким. Однако, несмотря на порой очень близкий минеральный состав, зависимости от сорции цезия сильно отличаются. Причем, особенно значительная разница наблюдается в области следового концентрации цезии. А именно, такой диапазон концентрации особенно важен, если мы говорим о захоронении рау. Для модифицирования моделей с целью приведения оценки сорционной способности различных образцов глин было проведено моделирование с использованием приведенных в литературе константов. В данном случае рассматривается сорция, протекающая на двух типах ионодменных центрах. В области следового концентрации цезия сорция протекает на сорционных центрах типа 1, концентрация которых мала, но как констант равновесия большие и высокие. При более высоких концентрации цезии, когда сорционные центры первого типа насыщены, сорция протекает на сорционных центрах второго. Здесь с точками показаны экспериментальные данные, ведь с важными линиями результаты моделирования. Причем экспериментальные и модельные данные были получены не только для исходных образов, но и для родильных натриевых фракций. Во всех случаях видно, что натриевые формы сорбируют значительно лучше, ну, заметно лучше, скажем так, чем исходные бессонеты. Но, на мой взгляд, что наиболее важно для наших целей, это то, что концентрация сорбционных целей значительно меняется для образцов из различных месторожений. То есть, если мы сравним образец зерянского месторожения и известность от ДНХ с 80, это разница на порядке. В литературе всем известно, что распространенным параметром характеризации сорбционной способности глин по отношению к целей особенно является емко-светионного обмена. Однако, в нашей работе, в нашей исследовании с очень широким диабазоном концентрации цезий, 10-12, 10-2 моль на литературе, мы такой зависимости не обнаружили. И получается, что емкость к целионного обмена в случае целионного не может являться характеристикой сорбционной способности глин с глинами мира. Однако, для некоторых образцов, до которых у нас были длинные, мы обнаружили корреляцию доли тетрадрического заряда, который расположен здесь же в поверхности, с сорбцией следовых концентраций цезия. То есть, для образца зерянского месторождения с наибольшим долей тетрадрического заряда с сорбцией выше. И она снижается вместе с уменьшением тетрадрического заряда, где-то 10-й хутор и динозавр. Таким образом, кратко суммирую этот раздел. Я хочу сказать, что концентрации сорбционных центров значительно отличаются для глин из различных месторождений. Они не коррелируются с личинами емкости к целионного обмена. Сорбция цезия на натриевых фракциках выше, чем на исходных пентамин. А кроме того, есть предположение, что высокая сорбция следовых концентраций цезия коррелирует с долей тетрадрического заряда пентамин. Далее, опять-таки, расскажу о драмодинамическом моделировании сорбции гетеропии и нитонной на исследованных образцах глины. Нитонная Европа здесь рассмотрена вместе, поскольку и там, и там протекает взаимодействие полных механизмов комплекса обрезнования. В Европе есть еще, ну, как уже говорилось, что в Европе взаимодействуют также по механизмам ионного обмена. Поэтому для описания сорбции Европы необходимо рассматривать как реакцию комплекса обрезнования в нашей работе, это было сделано с использованием литературных констант, так и с помощью константы определенной на них первые до реакции ионного обмена. Как видно, полученный используемый подход моделей позволил очень адекватно описать, наблюдая перспонентальные зависимости в широком диапазоне концентрации в Европе на различных образцах гетеропии. Поскольку в Европе абсорбируется по механизмам комплекса образования, мы попытались определить роль удельной поверхности на сорбции Европы. Оказалось, что для исходного образца тентонита мкач, очищенного мкач с развитой удельной поверхности, повышение концентрации в Европе от 10-11 до 10-6 монолита не приводит к изменению значений сорбции. Однако, если мы перейдем к алкалиниту с небольшой удельной поверхности, такое повышение концентрации в Европе приводит к значительному снижению, здесь по крайней интересном, значении сорбции. Результаты моделирования также показали существование линейной зависимости между удельной поверхностью и концентрацией сорбционных центров, на которых протекают реакции комплекса образования. В случае Нептуни, если бы у Европы у нас был набор литературных констант хотя бы для реакции комплекса образования, в случае Нептуни все сложнее. В литературе есть константы, которые хорошо описывают либо следовые концентрации, сорбцию следовых концентраций Нептуни. Но здесь все попадает в зеленого цвета, в зеленом граммиле. Но использование этих констант для сорбции достаточно высоких концентраций Нептуни дает заниженное значение. И аналогично, что использование констант определенных для сорции достаточно высоких концентраций диктунир не позволяет описать сорцию следового концентрации. Поэтому пришлось предложить свой набор констант, которые работают в достаточно широком диапазоне концентрации. Кроме того, еще важнее, что я хочу отметить, что поскольку природа сорбционных центров, на которых протекают реакции взаимодействия по механизму, комплексу образований и для Европы, и для нефтони, и по видео для других радионуклиров, эта природа одна, то использование концентрации сорбционных центров, определенных изначально для нефтони, позволило адекватно описать в зависимости сорцию палки, наблюдаемые для нефтони. То есть суммируем. У нас есть прямая корреляция между удельной площадью поверхности и концентрацией сорбционных центров, на которых протекает реакция комплекса образования, и количество сорбционных центров, оно едино для радионуклидов, которые взаимодействуют по механизму комплекса образования. Я хочу поблагодарить всех за внимание, я старалась быть краткой. Спасибо большое. И отдельное спасибо организаторам за то, что дали возможность выступить здесь, и благодарности коллегам, которые помогали в этой работе. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще я один вопрос задам, и не закончу. Концентрация сорбционных центров. Пожалуйста, объясните, что имеется в виду, не очень непонятно само понятие. То есть, в данном условии эксперимента, у нас известны соотношения глины к жидкой к раствору, да? И мы определяем, какое количество зависимости от массы навески, мы определяем, какое количество центров связывания существует в нашей системе. Содержание на единицу массы. На единицу массы, на единицу объем, здесь моль награмм, да? Спасибо большое. Вопрос можно? Нет. Сейчас начнется дискуссия, и мы... Нет, давайте мы тогда... Спасибо.